Эта невероятная история произошла в дремучих лесах Сибири. Валентин был бедняком, без семьи, жил один в деревне. У него никогда не было средств для получения высшего образования, но он был ярким, добрым человеком, который не уклонялся от работы. Когда ему предложили должность лесничего, он, не раздумывая, согласился. Работа казалась ему идеальной. Он всю жизнь прожил в горах и знал местность как свои пять пальцев. Каждые два дня Валентин ходил по лесу и проверял, все ли в порядке. Однажды зимним утром, совершая обычную прогулку, он наткнулся на нечто, что навсегда изменило его жизнь. В тот день лес был покрыт толстым слоем снега, и Валентину приходилось каждые несколько шагов останавливаться, чтобы отдышаться. Во время одной из таких пауз он услышал где-то поблизости тихое всхлипывание. Он сделал паузу и попытался точно определить местонахождение шума. Но стоило ему сделать малейшее движение, как хныканье внезапно прекратилось. Валентин думал, что у него галлюцинации и он слышит несуществующие вещи. Но как только он собирался продолжить свой путь, он услышал это снова. На этот раз он смог определить местонахождение звука рядом с кустом перед ним. Он осторожно подошел на звук и увидел торчащую из снега голову. Это был тигренок. Животное плакало и трясло головой, стряхивая снег. Валентин присмотрелся и заметил на его теле кровавые следы от укусов. Он выглядел так, как будто у него была сломана нога. Мужчина сразу же отправился на помощь малышу. Он поднял его и прижал к груди, быстро спустившись с горы обратно в долину. Валентин соорудил для крохотного тигренка постельку из своей старой одежды и перевязал животное, чтобы остановить кровотечение. Затем он собрал в саду несколько палок и привязал их к сломанной ноге, чтобы зафиксировать ее. Детеныш заскулил, но позволил ему позаботиться об этом. Валентин подумал, что малыш голоден, но не знал, чем его накормить. В своей беспомощности он подогрел немного молока и принес его маленькому тигренку. Тигр устал и страдал, но молоко его заинтересовало. Валентин поставил миску на пол, и он стал медленно слизывать молоко языком. Мужчина продолжал посвящать свои дни заботе о тигренке. Детеныш с каждым днем становился все больше и больше. Со временем его травмы зажили, но на ноге остался длинный шрам. Валентин назвал его гор. Через шесть месяцев хрупкий детеныш превратился в величественного тигра. Гор часто сопровождал Валентина в его походах в горы. Во время этих прогулок Валентин замечал, как гор резвится и играет в траве, как гигантский домашний кот. Лесник был счастлив, что тигр окреп. Однако он знал, что гор все же дикое животное и не создан для жизни в неволе. Валентину пришлось принять непростое решение. Мужчина отвел хищника в лес и попрощался с ним. Но когда он отправился в путь, тигр последовал за ним, как это было в течение последних шести месяцев. Валентин не знал, как заставить гора остаться в дикой природе. Он пытался кричать, и его план сработал. Гор никогда раньше не видел своего хозяина злым. В ужасе тигр убежал в лес, а его друг-человек вернулся в деревню со слезами на глазах. Валентин продолжал патрулировать местность, но гора больше никогда не видел. Четыре года спустя Валентин почти забыл о тигре. Во время одного из своих ежедневных походов он потерял сознание и был случайно найден другим сельским жителем по имени Дмитрий, рубившим поблизости дрова. Он и доставил Валентина в больницу. Там врач обнаружил, что у мужчины острые проблемы с почками. Лесник пробыл в больнице несколько дней, но отказался от операции по спасению жизни из-за высокой стоимости. Следующим летом он вернулся в патруль, когда увидел столбы дыма, поднимающиеся с гор. Район был опустошен лесными пожарами, и рейнджер-мужчина знал, что что-то не так. Пламя быстро распространилось и подошло очень близко к Валентину. Затем мужчина начал бежать вниз с горы так быстро, как только мог. К сожалению, ослабленный своим слабым здоровьем, он споткнулся и упал. Мужчина беспомощно лежал на земле и не мог самостоятельно встать. Тем временем пламя бежалостно распространялось позади него. Мужчина уже смирился со смертью. Но в этот отчаянный момент перед ним внезапно появился тигр. Валентин не знал, что делать. Огонь был позади него, приближаясь с каждой секундой, и вот перед ним встал тигр, преградив ему путь. Валентин закрыл глаза и решил смириться со своей участью. Но то, что тигр сделал дальше, потрясло его. Когда он открыл рот, он схватился за одежду, а не за кожу человека, и начал тащить его прочь от пламени. Ошеломленный, Валентин начал сползать с горы вслед за тигром. Он был почти в безопасности, когда с дерева упала пылающая ветка и повалила его на землю. Тигр также получил ожоги, но не отошел от него. Напротив. Хищник одернул ветку от человека, расчищая путь. Он был сбит с толку поведением тигра, но сейчас было не время сомневаться в его намерениях. Тигр привел его домой, и когда он убедился, что человек в безопасности, он нежно потерся своим телом о ноги человека. Это движение вернуло Валентина к реальности. Он думал, что спит. Но теперь он узнал своего старого друга Гора. Хотя он вырос и стал больше, у тигра все еще был длинный шрам на ноге. Валентин посмотрел на тигра и громко спросил, не гор ли это. Услышав свое имя, он посмотрел на него и издал долгий рев одобрения. Однако, через несколько минут тигр вернулся в лес. Валентин отчаянно хотел, чтобы его старый друг остался с ним еще немного, но животное теперь знало свое место в мире и вернулось в свою естественную среду обитания. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова